Онлайн у нас есть, да? В рамках семинара мы заслушаем доклад о кита, обитающих прибрежных водах Чиркотки. Докладчик Максим Альтипин, ну так здесь сказано, работает в природном парке, национальном природном парке Кимберинги. И тема этого сообщения несколько неожиданна для нашего семинара. Она возникла в прошлом году, когда на Беломорской школе прозвучало сообщение о ДВН Восточном Питале, тема заинтересовала. И в продолжении развития этой темы Максим Гилку сделает свой доклад. Раньше работал в Вене, в Петербурге, не утратил связь с университетом, согласился делать это сообщение. Доклады, насколько я понимаю, не только научные, но и содержат природоохранные аспекты. И докладчик у нас просит, сколько времени? Сколько не жалко. Ну, скажите нам, примерно озвучите. Ну, я думаю, что минут сорок. Ну, значит, докладчик попросит о сорок минут, после этого мы зададим опросы. Ну, если такие возникнут. Доклад не является, соответственно, отчетным или квалификационным, поэтому от нас не требуется никакой вердикт. Но если есть суждение, то это, конечно, нужно сказать. Все, слово Максим. Еще раз здравствуйте. Меня зовут Максим Антиби. Я зам директора по ЭКОПРОСу и экологическому посвящению туризму. Укранный парк Беренгия. Правильное название. Беренгия от Холдбейн. Раньше я был научником. Работал здесь, в Петербурге. Биологическом. И которого уже, наверное, не застали. Ну, вообще, на самом деле, я орнитолог. Хотя такая специальность под вопросом. И потом уехал в 2007 году. Я уехал сначала на термирал, потом перебрался на Курилу. И вот начал работать с 2015 года. Работал на Чукотке. Потом приезжал сюда. Опять переезжал. Ну, в общем, тут очень сложная история. Моих перемещений и зоологических интересов. Ну, вот с 2023-го вернулся опять на Чукотку. И стал работать с китами. В основном работаю с туристами. А киты – это попутные объекты наблюдения. То есть, снимаю хвосты. И потом эти хвосты используются для научной работы. Потому что хвост у Китая – это как опечатки пальцев у человека. Ну, в смысле, у Горбатого Китая. Презентация сразу говорю, что составлялась не мной. Составлялась научным сотрудником. Ведущим научным сотрудником Ольгой Цептовой. Я там небольшие коррективы внес. Чтобы было немножко поинтереснее. Поехали. Значит, Берингия находится... Так, ладно. Интересно. Ой. Ладно. В общем, первая причина. Почему на Чукотке, ну, в том числе вообще в Арктике, в северной, скажем так, Пацифике, это северная часть Тихого океана, большое количество китов. Ну, условно большое количество китов. Дело в том, что там большая биомасса планктона. Ну, все начинается, конечно, с фитопланктона. То есть, это первая причина. То есть, фитопланктон привлекает... Служит, так сказать, объектом питания для зоопланктона. И, значит, в большом количестве размножается зоопланктонт, который привлекает уже и всякие там... Ну, огромная масса животных, в том числе и китов. Зоопланктонт более доступен для китов. Он менее подвижный, в отличие от рыбы. И его проще добывать. Ну, здесь вот приводятся всякие биомассы. И киты, которые обитают в Беринговом море. Ну, там они и в Чукотском море, то есть, в Северном доехом океане частично обитают. Ну, вот состав такой. Видится на экране. И моим объектом, скажем так, наблюдений является в основном горбатый кит, потому что это более такой вид, скажем так, массовый и более доступный для наблюдения, потому что он не пугается человека, не пугается лодок. А вот серый кит, который... Да, серенький кит. Этот кит, на самом деле, когда приходит в воды Чукотки, он очень боится лодок, боится человека, боится судов. И как вы думаете, почему? На него уходится, да. До сих пор в России, мало кто на это обращает внимание, наверное, но серые кита у нас добывают до сих пор. Коренные малочисленные народы из Севера. Вот у нас сейчас 140 китов добычи в год, 140 серых китов и 5 гриланских китов. Ну, на самом деле, я так скользко немножко расскажу историю. Добыча-то была... Добыча коренные малочисленные народы была прекращена еще там где-то в 40-х годах, по-моему. И потом уже китов добывали только китобойные флотили, которые скидывали китов на разделку коренные малочисленные. И коренные малочисленные у нас – это чубчие эскимосы. Кто не знал, у нас эскимосы еще проживают на территории Чепотки. Вот азиатские эскимосы. Они, значит, утратили за период работы китобойной флотилии, утратили все навыки добычи китов. И вот в 94-м году им экстренно пришлось все, так сказать, восстанавливать все свои традиционные, так сказать, навыки и пытаться добывать мясо китов. Потому что в 95-е годы было очень тяжело все с продуктовым завозом, с снабжением Арктики, арктических населенных пунктов. И, в общем, там все беда была. Но, тем не менее, все, значит, все установилось, потихонечку добывает китов. Но нет там такого ажиотажа по добыче китов. То есть все достаточно пристойно, так сказать. Ну, единственное, что киты боят, опасаются, что серые киты опасаются человека, если особенно не моторная водка, ну, конечно. А вот горбатые киты, кстати, они совершенно не реагируют на человека. И мы подходим с туристами на расстояние порядка, можно, пяти метров где-то, меньше даже пяти метров иногда. Ну, если всплывает рядом с лодкой кит, то он никак не реагирует на лодку. Совершенно спокойный. Ну, извините, я буду там с уклоном на такой футуризм небольшой, экологическое посвящение, не будет научных выводов, прям, периодных таких с графиками, там, хотя у Ольги какие-то есть отдельные графики. Значит, это Чикотский полуостров, пять кластеров национального парка, площадь национального парка 1,8 миллионов гектар. Чикотский полуостров полностью находится в западном полушарии. Тоже мало кто знает, что у нас часть Евразии находится в западном полушарии. Я раньше, кстати, не обращал на это внимания. На самое короткое расстояние, если от материковой части, от материка до материка, где-то около 80 километров, 86, по-моему, километров от Евразии до Северной Америки. В южной части Чикотского полуострова, там, где я проживаю, и там, где находятся основные скопления горбаток кито, 80 километров до Святого Варентья, это остров Святого Варентья, Аляска, в прямой видимости. Наш район исследований находится в проливе Синяевна. Видно в этой части. Его площадь 70 тысяч гектаров, хотя, наверное, неправильно акватории в гектарах измерять. Закрыты полностью акватории, островами. Вот, видите, самая крупная игра, и они защищают пролив Синяевна от морской зыби, от сильных ветров. И здесь большие глубины, в отличие от шельфовой зоны северной части Берингового моря, где 30-40 глубина, здесь до 130 в внутреннем проливе Синяевна. Здесь весь полуостров изрезан в этой части, южной части Чуковского полуострова, изрезан фьордами, фьордообразными бухтами. Это единственный фьорд на Дальнем Востоке. Самая длинная бухта – это Проведение, 34 километра, Ткачин. Далее следует или в прошлом бухта Батакова, Адмирал Батакова, 25 километров. Ну и там дальше Пенкигней, Абалешево, Румелет – все это тоже фьордообразные бухты. Это тектонические разломы с большими глубинами. И в этой части, в проливе Синяевна, обитает, ну скажем, припой для пополнения жировых запасов, большая группировка, наверное, самая большая группировка здесь горбатых китов. Точнее, самая высокая плотность горбатых китов на единственной площади. Всего где-то около 100 особей на 70 тысяч гектаров, около 100 горбачей даже. Я думаю, что больше, они постоянно меняются. И порядка 40 серых китов здесь одновременно прибывает. Ну и еще немножко там малых волосатиков. Гринландцы приходят в период, когда начинается льдообразование или же притаскивают льды из северного льдовитого океана, и они на кромке обычно предпочитают держаться. Значит, здесь вот как раз страница из каталога по горбатым китам, который тут только что вышел. Я, кстати, оставил в гостинице каталоге, надо передать вам как-то будет библиотеку. Каталог вышел в этом году, и это первый каталог горбатых китов Чукотки, более 300 ID горбатых китов, и мы стали использовать еще в качестве идентификационного признака и спины горбатых китов. Здесь еще карта показана. Где мы их встречали? Так, план выразил. Так выглядит каталог горбатых китов. Что же такое? Как изучают китов? Ну, в данном случае горбатых китов именно. На самом деле группа специалистов начала работать на Чукотском полуострове совсем сравнительно недавно, в 2017 году. Очень сложно было... Это специалисты биофака МГУ. Насколько я понимаю, самый молодой доктор биологических наук тогда была Ольга Филатова. И очень сложно мне было ее уговорить приехать работать на Чукотку. Мне никто не верил, что там большое количество китов на единицу с площадью, ну, в высокую площадь. Началось все в 2015 году, когда у нас из села Янракенот в двух вторых лет шла водка с местными жителями, и они уклонялись, так сказать, шли галсами между прыгающими горбатыми китами. Было им очень неприятно, они пришли в контору национального парка и высказали, что тут сделали национальный парк, и теперь какое-то большое количество, слишком большое количество китов появилось в проливе. Чувствую. То есть жаловались мне. Ну, и я стал ездить по конференциям по всяким, по Арктике и прочее, чтобы добыть на Чукотку перетащить специалистов для работы с китами, чтобы хоть кто-то занимался исследованием китов. Ну, и с трудом мне удалось уговорить Ольгу Филатову, которая переехала в 2017 году. Она переехала с Командор, потому что основная база у них была на Командорских островах, и сейчас вы увидите, как там отработано хорошо по точкам встреч. Значит, что такое изучение в чем заключается изучение горбатых китов? Ну, первое, это фотоидентификация. Она до сих пор остается у нас. Самое важное дело в том, что я уже сказал, что нижняя часть хвостового полоняка имеет рисунок, уникальный рисунок, как, не знаю, там, как верх-код, как отпечатки пальцев, и нет повторов. Наверное, единственная сложность определить, методифицировать китай, когда он совсем черный плавник, черного цвета, там все равно какие-то царапины присутствуют, но уже проблематичные, потому что, допустим, фотографии не всегда качественные, не всегда там вытаскивают тени и прочее, и бывает просто выравниваются цвета, и очень сложно искусственному интеллекту определиться, идентифицировать кита. Значит, вот, фотографируем сейчас и спины, и хвосты, также отбор биологических проб, но уже два года мы не берем пробу, потому что спецы наши сарелацировались в Дане, все фактически, вот мне приходилось в прошлом году самостоятельно одному работать по китам, хотя я не специалист, не считаюсь, я там, я орнитолог, но вот, тем не менее, набрал 99 индивидуальных встреч, это рекорд, за эти годы, потому что период был работы очень большой. Значит, что такое, если кто-то работал с биологическими пробами, ну, собирал с арбалетом, может быть, кто-то из вас в рейсы ходил, там, с центра морских исследований, или прочее, или по белухам, там, может быть, кто-нибудь работал, ну, это, конечно, хорошо, но вот я расскажу в общих чертах, включитель пользы с арбалет, и с наконечником, это такая маленькая, маленького, небольшого диаметра, 5 миллиметров в диаметре, трубка, заостренная краями, длиной где-то около сантиметра, и по плавкам, то есть выстреливается из арбалетов кита, застрела летит, попадает, выезжает у него кусочек коры и кусочек жира, потом отваливается, и спецы забирают ее, и пакуют обычно по пробиркам, там, или пакетики, временно, временно, и затем замораживают для анализа, дальнейшем, генетический анализ, да, и анализ на загрязнение и питание по изотопам. Ну, очень интересная работа, но, к сожалению, сейчас она недоступна для нас, потому что у нас нет ресурсов на такие вещи. кроме того, использовалось раньше у нас гидроакустические исследования, но это Ольга Филапа этим занималась, поэтому сейчас тоже мы не проводим гидроакуст. У нас были проблемы с подводным, закупили подводный бой, но его изъяли, потому что подумали, что будет военного назначения, то есть возможно, что может и течь в руки какие-то военные техники подводные, поэтому возникли большие проблемы, точнее, наушников, и до сих пор не отдали. На этом наши гидроакустические исследования закончились. 2017 году мы впервые стали использовать дрон для работы в море, и кстати, очень много информации по поведению китов мы получили, по крайней мере, я получил, потому что не так много, я не так много видел информации по, скажем так, по поведению горбатого кита в литературе, дрон позволяет наблюдать какие-то интересные моменты вытаскивать поведенческие. Основная у нас группировка горбатого кита приходит с Гавайских островов, на самом деле киты приходят на Чукотку с одной целью только поесть, накопить жировой слой. Жировой слой, он не только является таким резервом энергии для того, чтобы там некоторое время, ну как некоторое время, дней 200 ничего не есть, но еще является таким хорошим изолирующим слоем, потому что киты заходят в холодные воды и естественно жир фактически не пропускает тепла. Наши научники, сторонние специалисты, которые работали в 2015 году орланами, но это очень слово используется с прекрасными датчиками, они жаловались на то, что китов, силуэты китов не читаются, не читаются в красном диапазоне. Жир настолько хорошо изолирует тепло, не пропускает тепло, что практически на 100% не пропускает тепло, и теплодача идет за счет выдохов или же через язык прикормления. В том числе у горбатого кита это еще и грудные плавники большие, которые треть тела занимают, у них там тоже есть система терморегуляции. В общем, приходит чтобы поесть, размножаются наши группировки основные, размножаются на Гавайских островах, спариваются и оставляют потомство. Можно о биологии еще долго рассказывать, но просто немножко географика. Также несколько особей, даже в этом году у меня были по ходу Айди несколько особей из Мексики, побережья Мексики, Калифорнии, там тоже есть группировка, которая приходит на Чапотку, но в основном она кормится у берегов Аляски, иногда на Командора приходит. Есть еще одна группировка, но немножко южнее некоторые особи доходят, это видите, в Хонсю, в Японии, на самом деле размножаются чуть-чуть южнее, неправильно поставили точку, на Килипинских островах, и там даже набирают волонтерские такие команды по фото Айди горбатых китов, и таким образом мы получаем данные, которые используем затем для идентификации своих китов. То есть всего три группировки, общей численностью порядка 20-25 тысяч особей, причем на Гавайских островах очень высокая плотность китов на небольшой площади между островами, там у них есть национальный парк, причем национальный парк именно горбатого кита, он прям так называется, посвящен одному виду, то есть национальный парк одного вида, животного. Ну это география у нас, не путайся и Чукотку с Камчаткой, взрослые люди, у нас туристы приезжают, которые объехали полмира, они все время тоже периодически осекаются, где там Чукотка, где Камчатка, вот собственно стрелкой большой показывает Чукотка, Чукотский полуостров, и Чукотка это не одно и то же, и Чукотский полуостров это всего лишь такой небольшой аппиндекс, который находится в западном полушарии, кстати, остров Рангеля тоже находится в западном полушарии на две трети, а у вся Чукотка. И китовые, так сказать, скопления китов находятся основные в заливе креста и в проливе Синявина еще в Колючинской губе, ну и еще они мотаются туда остров Рангеля, но в этом году была очень сложная ледовая обстановка и большая часть китов осталась просто у Беринговой проливе не смогла никуда пройти. Не очень-то они не такие экстремалы и не хотят они рисковать, опасаются свою жизнь, видим, есть какой-то опыт. Ну вот здесь показано, где сколько инвестиционно китов вдоль побережья Чкотки, ну Айди это отдельный осок 64 Айди на Чкотском море и 172 Айди в проливе Синявина. Данные уже устарели, потому что в этом году мы еще получили новых китов, причем разных китов, мало очень повторов, но тем не менее есть. Ну еще у нас есть небольшие совпадения с командорскими странами, на самом деле исторически на командорах было больше всего исследователей исследования, и до сих пор непрерывно там проводится исследование командорским заповедником Евгением Мамаевым, и поэтому такой интересный результат 1465 особей. но уже значительно больше. Вот сначала, естественно, когда мы были ободваться в море, мы видим фонтаны горбатых китов, они отличаются от серого кита, отличаются от бреланского кита, и в общем-то от всех других китов, потому что это такие стержневидные высокие фонтаны, высотой до 5 метров, хорошо особенно читаются на фоне суши, и поэтому там, где есть фонтан, куда сразу же выдвигаемся, отрабатываем хвосты. численность у нас не всегда ровная, хотя для туристов в 2018 году выступал на одной туристической компании в Москве Russia и и обещал стопроцентный показ скитов. И в общем-то он до сих пор работает, мое обещание, потому что если туристы приезжают, то мы прям стопроцентно показываем питание всегда, там может быть рядышком, но в большинстве случаев на расстоянии селфи телефона, смартфона. То есть такие у нас рабочие расстояния бывают. Численность самая высокая численность была в 2017 годах, и потом что-то произошло непонятное, было какое-то локальное похолодание на парочку лет, даже лед притаскивал летом пролив Синяевна, и китов не было, они перераспределились куда-то где-то в другом месте питались, но в общем все было плохо, и научники забили тревогу, сказали, что, ну, стали беспокоиться, думали, что что-то с численным не в порядке, что горбатые киты, может быть, там где-то им не платило ресурс, чтобы накопить жир, может быть, они не погибли, или прочее, но была версия, но на самом деле все в порядке, сейчас вот в 23-м году стало понятно, что киты не погибли, они возвращаются, просто они находят листа, где больше корм, где больше зоопланктон, где он лучше размножается, и просто до ухода испытаться, но в последние годы все в порядке, зоопланктон опять стал размножаться, и киты себя очень хорошо чувствуют, но, кстати, киты и горбат у нас не только зоопланктон питаются, но еще и рыбы, которые приходят на зоопланктон, в этом году это была песчанка, такая длинная рыбка, маленькая, я не знаю, она есть в Баренцевом море, наверное, тоже есть, да, но отлично, в общем, большие скопления песчанок, она, кстати, ей питаются и птицы, которые на колониях неизвестно, это парки и парки, кайры и прочее, все завязано на маленькой, такой небольшой, кстати, рыбке, там еще бывает и мойва заходит, и на Дальнем Востоке и уйог, называют, ну, в общем, там много всякой рыбы, значит, ну, здесь приводится климатическая аномалия, так сказать, по сей деньности киты, численность, точнее, пребывание китов зависит от и температуры воды, так сказать, насколько успешно размножается окон, там все настолько и больше китов, скажем так, какая-то есть прямая зависимость, здесь диаграмма по соотношению новых китов и знакомых китов, так сказать, разбита по годам, ну, в 23-м году больше всего новых китов было, не знаю, почему, но, скорее всего, просто у меня был период очень большой, я работал с июля и по конец октября, 27 октября прекратил, ну, уже льдом стал покрываться, и лодка льдом покрываться стала, и мы стали покрываться льдом, вот, ну, в общем, сложно было как-то подработаться, и решили, что надо прекращать, и ушли, вот, и, в общем, период был большой, и поэтому на столько китов и видели много новых китов в 23-м году, а, как правило, в предыдущий год научники у нас работали не больше одного месяца, это август, весь август, поэтому не все оплаты, миграция китов с севера, не сикли. Это сам пролив Синявина, и в разные годы распределение китов, горбатых китов, то есть, сначала в 17-м году горбатые киты собирались в Румилете, а потом уже в Бухте Пенгигнея внизу, и последние годы в Бухте Пенгигнея они и в основном и обитают, кормятся. Здесь тоже глубоководная бухта, глубины 90-120 метров, есть где развернуться, ставят, они здесь, когда песчанкой питаются, они ставят пузырьковые сети, вылавливают, активно работают и круглосуточно практически. Ну, в летний период, когда солнце есть освещение, то они круглосуточно питаются, когда, значит, в конце августа и в сентябре и в октябре они, естественно, только для днем находятся, добывают пищу. У них нет эхолокации у горбатых китов, не поэтому, ну, я вообще называю их коровами. в общем, опасно очень работать на лодках, если у вас выключен движок, хотя нормлечники у нас в Камчатке, нормлечники говорят, что двигатель нужно выключать при работе с китами, но я вот категорически не согласен, потому что не все хорошо ориентируются в воде с плохой прозрачностью. Дело в том, что здесь вода очень вот такая мутная из-за большого количества критопланклона и зоопланклона. Видимость, дай бог, 5 метров. Это результаты по 23-му коду. Вот черные точки это основные встречи китов. Вот аппарат у меня с 6D со встроенным GPS-ом, поэтому сразу же когда делал фотографию, то на него в XIV записываются метаданные с координатами. Очень удобно. и то есть эти фотографии они уже являются таким же. Можно для наушников каких-то изгибанных для кота и денег. Все было 27 выходов в море. В середину июля работал по 27 октября и всего зарегистрировал 99 китов за 23-й год. Основные места контрации были в Кенкигнэй. Еще раз Национальный парк Олег Синяевна. У нас слабо излучено северное побережье. Мы почти ничего не знаем, где там держится гиприн. И в следующем году научная группа будет работать именно по северной части Чпотского полуострова. Туристы сообщали, что высокая концентрация, если нет, то Калюшинская губьяна. Она абсолютно не изучена. Вообще на самом деле побережье Чпотского полуострова, северное побережье, оно не изучено, и здесь мало кто вообще бывал, кроме оленеводов, но они обычно ничего не рассказывают. У них свои заботы, они опасают оленей, роняют их от волков и прочее. Они не очень сейчас обращают внимание на какие-то для нас интересные виды, и поэтому ничего не знаем. Вот в 21-м году проводили исследование в Инчоуне, на побережье Инчоуна. Такой село национальное, здесь обитают и чукчи, и эскимосы, но в основном чукчи. Ольга Тито, она работала с китобоями, периодически ее вывозили, и она смотрела китов. Горбатый кит, это не промысловый вид, поэтому на него как-то никто не обращает внимания, ну, есть киты, есть, никто ничего не записывает, не изучает, все институты, которые занимаются промысловым видом, это вниро, они также, как и наблюдатели, работают только по серому киту и по гринландскому, по гринландскому почти невозможно работать, только в море, если гринландец близко не подходит, в таком время движение льда, поэтому Горбатый кит исторически был слабо изучен в северной части Берингового моря и Чукотского моря тоже. Ну, здесь приводится текст, что из Мексики и из Японии киты. Ну, по миграции до сих пор толком ничего, нет никакой информации и в следующем году мы будем, конечно, это проверять. Каталоги у нас, каталог, который вышел в прошлом году, в этом году, в прошлом году мы его запустили, в этом году он вышел. Всего 352 Горбача, то есть 352 отдельные особи. Эту информацию получили за 7 сезонов. Здесь переводится районный исследований, пролив Синявина, залив Креста, Канадырский залив, не знаю, говорит ли он, в общем, это северная часть Беринга-Морья, район, где очень мало бывают исследователей. до этого, скажем так, до 2017 года мы получали данные только от круизных туристов. До ковидной времена у нас активно работали круизные компании, и там много было всяких вейл-отчеров, вейл-отчеров, которые периодически фотографировали хвосты китов и скидывали знакомые своими научниками. И далее все отправлялось в базу данных, или же вот сейчас есть сайт HappyWay, где работает, обучили уже искусственный интеллект, многим не нравится это слово, в общем, там какой-то алгоритм, который распознает хвосты китов по рисунку. В чем он рабочий, он не плохо выбирает и быстро очень цепляет. Здесь появляются повторы с острова Бенга, это Командорские острова. У нас в каталоге тоже есть такой кит, то есть он проходит через остров Бенга и уходит на Чкотку периодически. Не всегда киты доходят до Чкотки, видимо, если устраивает кормовая база, то они остаются у берегов Камчатки или же на Командорских островах. Это старый каталог Дальневосточных морей России. Он был набран в основном по данным побережья Командорских островов и Камчатки. Номер в каталоге в каталоге уникальный и имеет такую структуру. То есть первое число это номер в базе данных, далее идет имя, имя причем присваивается с нормой, если наши специалисты присваивают имя, то не факт, что международное сообщество тоже упрямят. Сейчас на Happy Wave периодически высвечиваются наши имена, которые научники сделали, присвоили. Видимо, они дублируют основной код. Международный код отличается от нашего каталога кодом. Но тем не менее мы просто дублируем два названия, два кода идет, чтобы никто не путался. Дальше идет расшифровка буквы на районах исследований, там где встречались горбатые киты. Не знаю, с чем сравнить, наверное, с автомобильным номером, может быть, чем-то похож, наверное. Значит, здесь я сделал небольшую выборку с сайта Happy Whale. По-моему, правильно, так он пишется. Вот, проверьте, может, интернет посмотреть. Здесь небольшая статистика встречи горбачей в Беринговом море. И все специалисты, которые работали по Беринговом море, здесь данные. Если они публиковали, засовывали в базу данных сайта в Беринговом, то вот они все эти данные сейчас здесь на карте лежат. И вы видите, что на Командорских островах больше всего встреч 1913. Хотя почему-то Ольге 1400. Видимо, это количество встреч, но инвестицировано 1400. Естественно, на Аляске Оливудские острова тоже очень много. Поработали ребята. Ну, Чукотка только начинает немножко раскручиваться. Потихонечку набираем обороты. Я думаю, что у нас будет достаточное количество китов. Сможем даже не планировать из Командора удующего, недалекого. Вот это уже побережье Чукотского острова и Анандорский залив креста. То есть вот эти стрелки между встречами это переходы китов. Это прямые линии на самом деле, неправильные движения, но показывают, что и в заливе Креста, и на севере Чукотского острова я таки побывал. и возможно что-нибудь проливе Синяяяна. То есть его встречают и там, и там, и там. На самом деле очень интересно возиться с этим сайтом, посмотреть встречи китов. Не все туда размещают. На самом деле у нас еще есть и ресурс iNaturalist, но там не инвестируются киты, просто туда можно скинуть встречи китов. И еще есть за чекинь кита. Это ресурс сахалинцев сделали. Бумеранг, по-моему, если не ошибаюсь, это такая экологическая такая группа, которая занимается всякими проблемами. В основном охрана водоемов, охрана москвитных питающих, нерестящихся рыб. И вот они решили проводить мониторинг. В основном, я так понимаю, собирают информацию о погибших китаах. Кстати, если есть возможность, смотрите, если интересно в интернете, что это такое. База еще не наполнена, но ребята стараются. Я думаю, что будущее у нее это сбор только данных по погибшим. и это неплохо, потому что погибших тоже нужно фиксировать, смотреть, причины и прочее. Оставлять очень сложно, особенно если разложившиеся киты, очень сложно понять, от чего они погибли, но по крайней мере будет какая-то статистика, какие виды где выбрасывают. А это вот результаты работы специалистов биофака МГУ. В общем, там группа по китам, по китообразным, она такая сборная. И собственно здесь показано, куда киты уходят. Все, что они сняли на Комодорских островах и на Чукотке, видите, и Мексика, и Калифорния, и Гавайские острова, и Япония, и Кельфинные. В общем, такое разнообразие большое. Что у нас изучает итог на Тайне-Востоке? В основном биофак МГУ. Они все сейчас ребятки разбежались, поэтому к сожалению можно сказать, что группы как таковой нет, но исторически вот они отрабатывали и Камчатку, и Командорские острова, и Чуковский полуостров. Национальный парк Беренгин у нас сейчас у нас работает Ольга, ведущая научно-сотрудник Ольга Титова, она защитилась в прошлом году и возглавила группу собственно по специалистам пакета на Чукотке. Я надеюсь, что она останется еще на долгое время и будет получать очень много интересной информации. Национальный парк Командорский, раньше это был заповедник, наверное, на Сухлурглас, но его переделали в Национальный парк. И вот там как раз Евгений Мамайев изучает тоже Китов. В прошлом также орнитолог, но вот подсел он, так сказать, на Китов. Ну, и может быть и неплохо, потому что такой непрерывный мониторинг уже долгие годы проводится. Еще Тигдово Ран работает на Камчатке, но у них в основном судовые наблюдения, я так понимаю, попутные наблюдения на судах. В Ниро работают в основном береговые учеты на серых питок. Горбатые китые неинтересны. У нас еще нам очень сильно помогает Фонд возрождения природы Наталья Турнквистова, они собственно вытащили наши исследования в прошлом году учеты, так сказать, потому что все фонды в основном спонсировали какие-то иностранные фонды эти изучения китов на Дальнем Востоке в том числе и специалисты в основном сбежали из-за того, что финансирование не было, скажем так. Ну, вот ребята очень хорошо помогли, купили нам лодки и топливо и прочее. оборудований очень много. Так что я, наверное, покажу вам какие-то ролики сейчас как быстро. если есть вопросы, давайте. Очень много на самом деле информации, хочется побыстрее ее рассказать. Ну, что интересного было получено с дрону. киты даже больше двухсот лет у отдельной особи зарегистрировано по горбуну. Интересные моменты поведенческие наблюдали у горбатых китов, а в основном у самок с детенышами. Вот неправильно сравнивать с человеком, но на самом деле вот я когда я рассказываю, делаю такие экопросетительские презентации какие-то или встречи, рассказываю, что ну, в общем, видите, мамаша плывет спокойно, как пароход, а это вот ребенок который родился зимой в феврале скорее всего, в феврале или в январе. И поведение видите, как бы то есть мама плывет, ребенок весь извивается, то есть некуда девать энергию, и вот сейчас он ее тоже достанет. Но она абсолютно не обращает внимания, то есть долгое время плыла, потом взбодрил он ее. Рошаник, я сейчас покажу, чем там все закончилось. Не вставил, потому что там были эмоции лодочника. Вот, это мамаша прыгнула, ну и ребенок. Киты идентифицированы, я не помню, сейчас не могу сказать, как они называются, но там легко очень по хвосту, потому что это единственный кит у нас одним белым пятном на черном фоне. Это мечта туристов наблюдать прыгающих китов. Редкое такое достаточно явление, или они просто не попадают, не всегда такое. такое. Но чаще всего вербатые киты начинают прыгать после того, как наелись, и у них есть свободное время, куда-то переходят, они увлекаются таким образом. некоторые считают, избавляются от паразитов, не знаю, что-то я сомневаюсь, так говоря, может, что-то отлетает, но там такие едящие паразиты, что нужно отковыривать, по-моему. это молодое тоже. В основном, кстати, чаще всего прыгают молодые особи, действительно, у них энергии очень много, они молодые, так же, как и любые другие молодые организмы, у них достаточно конечной энергии. Был у нас случай, когда в прошлом году это был такой ролик для интернета, экспериментально у нас лодочник включил музыку, хотели попробовать, как реагирует кит на музыку, вот мамаша с ребенком, тоже, она ей очень, не знаю, понравилось, не понравилось, но в общем, я знаю, что ей было интересно, что такое происходит, какие-то звуки посторонние в море, и она крутилась очень долгое время вокруг лодки, слушала музыку. Чем громче делали, она плывала подальше, потише, она поближе плывала, и все время крутилась вокруг лодка. Китенков-то было все равно, он как-то индифферентен, там где-то болтается, рядом с матерью, поближе к матери, а вот мамаша интересовалась музыкой. Это не специально было дело, попутно, то есть смотрели. Значит, и вот интересный тоже момент по занырению, по занырению движения, то есть вообще, на самом деле, плавники две трети занимают, грудные, и похоже, они на сменяющие, крыло с сменяющей переваленностью, как бы бомбардировщик при движении, при погружении на 90 градусов, сейчас еще раз поставлю, смотрите, на 90 градусов плавники раздвигаются и изменяется плоскость, изменяется плоскость грудного плавника, то есть направление плоскости и идет погружение. То есть мы можем просто уже по поведению понять, что сейчас будет грудный погружаться, а малыш не показывает еще, не показывает хвоста, потому что он не знает, как правильно заныривать, погружаться на большую глубину, он не знает, как выставлять грудные плавники, вообще, на самом деле, грудные плавники играют ключевую роль в горбатой китании, даже если хвост отрезан сетями, там, впрочем, у нас в прошлом году был такой случай, срезанный полностью хвост, там такая полтышка такая большая была, горбатый кит себя чувствовал прекрасно, не комплексовал, не отставал от других китов в группе и прекрасно охотился на рыбу только за счет того, что у него огромные грудные плавники. Ну вот еще интересное наблюдение за спящими китами горбатыми, на самом деле тоже в литературе описывается, что они спят, как они спят. В большинстве случаев туристы думают, что киты спят вертикально. На самом деле это вот, да, кашелоты так спят. Очень много фотографий с Азорской островы кашелотами. но то, что я видел, ну я первый раз в Японии видел, как киты спят, это северная плавун, там на проступе раосу национального парка, мы чуть не наткнулись на них на лодке, в Японии очень популярная экскурсия на китов, и чуть не сбили мы четырех китов, ушли они по погоду, ну вот, тумани просто. И я больше никак других спящих хитов я не видел, так вот в горизонте, то есть они горизонтально лежат на поверхности и то есть обычно в ранние утренние часы встречаем там где-то в 6 часов утра, в 5 часов утра эта самочка лежит два поля такая упыршка, вся, и молодой молодой кит, ребенок абсолютно не реагирует на звук мотора, на звук квадрокоптера, спокойно спят, дышат, фонтан не видно, поэтому можно наткнуться, если в тумане идете, и очень опасно, для кита очень опасно, ну, как он поведет непонятно, наверное, скорее всего, горбатые кита не агрессивные, навряд ли они там будут переворачивать лодку, может быть, это случайно, когда денут фонтан, не специально, специально не будут делать это, мы миролюбивые, и, в общем, спокойно лежат, и при нас где-то минут двадцать, наверное, расстояние от квадрокоптера, ну, метр, наверное, меньше метра даже, два, или так. неизвестно, сколько вообще по времени спят в течение суток и какими промежутками. У меня нет такой информации, я думаю, что они небольшими промежутками, но если, так они могут всю ночь спать, что им еще ночью делать, они же, у них нет их локации, они не могут ориентироваться в пространстве, то есть, только если, я даже не знаю, ночью они могут мигрировать, хотя нет, они мигрируют с Гавайских островов, все равно, что там есть период дня и ночи, а в летний период, когда у нас круглосуточное освещение, то они активны практически все сутки, только, наверное, какими небольшими интервалами по 15 минут, может быть, спят, отдыхают, или так, как-то. На самом деле, нужно быстро очень накопить энергию, и вот в Арктике можно накапливать энергию друглосуточное, место такое для них очень популярное. Ну, конечно же, это самый туристический трехнер, я тут не найду, наверное, трехнер. вот так осуществляется у нас китовая тура. там вода прозрачная, и это всем говорят, сэш, признак бедности. Тут у китов по диалогу. Ольга у нас рассказывает. периодически берем с собой научников для того, чтобы они поснимали пластов, если у них водка не рабочая, там, что-то происходит, где-то. здесь еще очень большие расстояния до китов, но в основном нас сейчас. сэш, и мопуляции на всю первую часть Тихо-океана. Если туристы, они наушные группы, то они присылают номер икон по своему системе. На самом деле, стало очень интересно туристам ходить. Думали, что это как-то будет сложно для восприятия, но некоторая информация заходит хорошо, и туристы потом еще делятся в социальных сетях. Я думаю, что не страшно ничего страшного нет в том, чтобы рассказывать более сложную информацию, все равно что-то остается в голове. В большинстве случаев, кстати, гиды по Дальнему Востоку, которые сейчас на Камчатке работают, они почти ничего не знают в биологии китов, поэтому информация обидна, на самом деле, потому что информация чаще всего не инстоверная доходит. А, вот, вот. не нужно там никакие левнофокусные объективы, но не достаточно и обычного телеканала, извините. Я один против. многие, сейчас очень много рекламы по Териберке, там, китовое такое место, китовый берег называется, Шантарские острова, Камчатские и прочее. на самом деле, вот такой высокой плотности нигде нет из тех локаций, которые приводятся, сейчас рекламируются, нигде нет такого количества китов на небольшой площади. в Териберке никакой гарантии, у нас там приезжают туристы, которые после Териберки не верят, что они смогут увидеть китов в жизни. Приходится работать с психологом, успокоиться. Ребята, да завтра увидим, да завтра увидим, они не верят, нет, не может быть. Нам тоже обещали, я пять раз ездил в Териберку и ни разу не видел кита. Завтра увидим, не успокоитесь. Мы всплываем в стадо китов и вокруг лодки плавают около сорока особей. Они расплываются в улыбке и конечно. Короче, у меня такое место реабилитации после Териберки. Давайте мы к вопросу перейдем. У кого еще остались вопросы? Пожалуйста. Пару вопросов. А вот вы говорили про индикацию по хвосту? Вот вы там встречаете дернуш, которому еще года нет по сути, да? А вот вы его как-то фиксируете и он не меняется на портировании в середине? Да, там чуть-чуть может быть окраска бывает, что она такая более мутная окраска хвоста и потом она приобретает более четкие очертания. Ну, в общем, это все на всю жизнь было. Да, все на всю жизнь. То есть награфировали все его, занесли в каталог и дальше я закидываю на сайт сейчас Happy Whale и дальше ему присваивают в основном американцы там код определенный. У нас тоже каталоги он со своим кодом, но дальше мы получаем информацию новой встречи молодого кита. очень интересно. Что не попросим. А касательно именно работы в Сануле тоже где-то до Чхотки ездим по морю. У нас возникает сложность недели, две. А вы по сути выходите каждый раз, когда можете выходить? Ну, и касательно погоды или у вас такого нет? Ну, я говорил, что пролив Синяев защищен от ветров. То есть это не командоры, где количество выходов по пальцам можно получить. или Камчатка, где и морская выпьет, и последствия этих циклонов многощитленных в Теплом океане. Здесь у нас более-менее спокойная погода, и если посмотреть там по Винди, то у нас все эти фьордовые участки, фьордообразные бухты, они в основном в штиле. Штилевые зоны, потому что защищены от ветров разных управлений. То есть грубо говоря работаете, когда хотите условно? Почти да. то есть в течение недели у нас бывает и четыре полноценных рабочих дня. То есть бывает и вся неделя, если что. То есть я думаю, что нигде в северной части Тихого океана не бывает столько рабочих дней, как у нас во внутреннем управлении. А где вы работаете? Сейчас какого-то другое. Ага, все, ну вот вверх. Еще вопросы? Обучаться время полярного дня как появляется теплой в зависимости от времени? Ну вот ночью когда свято может быть меньше встречали? Или просто ночью не работаем? Ночью не работаем, мы ночью спим. Это же полярно, кругом уж не полярно. Да, это же Архангельск 64-й. То есть там белая ночь по сути. Белая ночь полноценная круглосуточное освещение, но только в августе начинает уже там в середине августа начинает темнеть. И потом уже ночью спим. Ну там не такая она продолжительная, но в октябре уже темно. Возможно, глупый вопрос, но я не поняла. Вы акцентировали внимание на том, что у них плавники занимают две трети. Две трети типа двины тела? Одну треть плавники. Одну треть. Один плавник, одна треть. Нет, одну треть это грудные плавники, одну треть тела занимает. Допустим, если 15 метров длина горбатого кита, то грудной плавник 5 метров. Я все правильно? Мы темнете. А это прям супер важный какая-то удивительная черта и многоватых китов? Да, это больше ни у кого из китов, из китообразных нет такого соотношения длины плавников. Это и для маневренности, потому что они стайной рыбой питаются, и оборона, и питание, и терморегуляция. То есть больше ни у кого такого нет. И я считаю, что это очень интересно. И, кстати, выпрыгивание полностью горбатого кита из воды, но благодаря именно грудным плавникам, потому что набирает скорость, огромную скорость. 30-тонная тушь, она вылетает из воды энергия. Ну, на самом деле из биологии это отдельные презентации биологии горбатого кита, туристов я делаю, но это слишком долго, так что если какие-то есть интересные вопросы, можете даже с подвохом, какие-то биологические, я же немножко биолог, я же немножко так что давайте. И, Георгий, вы? Естественные враги только касатки и на юге могут быть для летенышей акулы. Касатки у нас не знаю, сколько ориентируетесь морских, ну, китаобразных, но в основном есть в Тихом океане и рыбоядные касатки и полтоядные экотипы, скажем так, экотипы. Многие ученые у нас, особенно из Нерона, не хотели признавать, что у нас есть отдельный экотип полтоядных касаток. Вроде удалось Филатовой Ольге доказать это. Все теперь молчат. Покорно вот ее включили в Красную книгу полтоядные экотипы касатки, но вот эти, я их называю бандитами такие, они гастролируют вдоль поближе Чуковского полуострова и периодически добывают серу, на основном серых китов как будто бывает. Горбатых китов, они не очень любят с ними связаться, потому что на Чуковском полуострове все горбатые киты группами держатся. Ну и, естественно, там, если взрослый кит есть рядом, он очень не любит присутствие касаток и начинает их обгонять. грудные полуняки служат инструментом, оружием. Если стукнуть по голове касатки, то мало не покажется этим грудным полуняком, особенно если взрослая какая-то особь большая. Но, тем не менее, где-то на путях миграции бывает, первичные касатки подцепляют молодых особей, но это не так часто на чукотке случается. В основном добывает серых китов летенышей. И очень интересный способ там охоты написывается в литературе. Результат такой, что отрывают челюсть у серого кита, если про серого, то, как говорят, у секта, примерно. И отрывают язык. На этом охота на кита заканчивается у касаток. Далее кит тонет, потом надувается, всплывает, и вот его туша без челюсти и без языка плавает потом по морю. Если мы встречаем, понятно, что это работало касаток. Группа касаток. Интересно. Вопрос, почему его коренные не промышляют? Он слишком быстрый или слишком реальный? Исторически, я думаю, что было очень сложно с ним его добывать, потому что очень маневренный, меняет направление и думаю, что периодически он мог быть опасен, потому что добывали раньше. Эскимосы добывали на байдарах. Байдары это такие водки, как байдарки, но только обтянутые, здоровые, обтянутые кожи моржа. И я думаю, что они были хрупкие слишком для таких китов, если что-то могли просто и грудными полониками периодически ударить. Ну, возможно, что-то с мясом еще не может быть мясо, пусть мясо не устраивал. Хотя, мне кажется, в средние и начале тысячелетия эскимосы не были привередливы к мясу, потому что я думаю, что они и вареное, ну, в смысле испорченное мясо тоже употребляли большим удовольствием. Сейчас, если мясо, так мы называем, варится, то есть, если кита добыть где-то далеко в море и его потом тащить долгое время, больше, допустим, двух часов, то кита не охлаждается естественным образом, и белок сворачивается из того, что внутри температур накат. Нет термоотдачи никакого. Раньше китобойные флотилии спарывали брюхо и более-менее водой холодной отдавало тело и температуру его дотаскивали до берега и скомосов его разделали. Сейчас нет. Есть сложности определенные. И, собственно, видимо, были какие-то специфики охота на китов. То есть, нужно было чтобы кит был ближе к побережью, проще его добыть. Например, сервок и там было проще добыть, потому что он плавает вдоль берега. Даже могу показать, как он будет. только час. Да. Да. Каким мы идем? Понятно. Сейчас вы видите? Нет. 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 вот серый кит кормится на глубине порядка там может быть два метра два-три метра берега то есть его можно было добыть и из берега но я думаю что он дублировали байдарами на самом деле очень много всяких моментов по китам если интересно подписывайтесь на нашу группу в контакте прилично кидаем какие-то интересные моменты ролики там свежие все что я снимаю закидываем комментарии делаем я просто не очень хорошо разбираюсь я видела видео как касатки когда охотиться на китов они закрывают ему дыхало тебя задыхают не нет не то что дыхало они притапливают там идет серии ударов сначала по по ребрам по челюсти фактически волчья стая работает как волк стая волков на истины когда лося добывает вот примерно чем-то схоже групповая идет охота вот кто-то из косаток хватает за хвостовой плавник и поэтому у нас сейчас очень много на самом деле вот на фото айди хвостов можно видеть следы от зубов и указать у горбатых путов тоже такая бывает на рисунок на хвосте с зубами косатки вот то есть кто-то тащит за плавники кто-то ударяет ребра и челюсть глушит кита и потом начинает притапливать чтобы он не смог невозможно я не зачем закрывать дыхало его просто притапливают и держит некоторое время под водой чтобы он не дышал все его главное отогнать маму от матери все его травмируют притапливают он погибает да далее вырывается челюсть вырывается язык и все это самое вкусное и доступное все остальное невозможно вырвать потому что кожа плотная толстый слой жира невозможно косатка не может пропустить слой жира не может ничего отъесть кроме кроме языка вот все на этом на этом тушу бросается она дальше тонет эти группы они постоянными то есть можно сказать вот чтобы скажем сфоткали плавник увидели что это вот какие-то такой-то и скорее всего где-то рядом найдется другой который больше раз у них нет ну вот по моим наблюдениям у них нет вы имеете ввиду постоянные группы нет не постоянные они даже охотятся вот пузырьковую сеть ставит на на рыбу если стайная рыба есть если пузырьковые сети это вот образование такой цилиндра фактически то есть под водой под стаи рыбы киты делают такой круг из пузырьков и пузырьки поднимается в виде цилиндр так много образует цилиндр пузырьковой и там остается рыба вот эту это самые сложные способ охоты у горбатых китов он он получил как это не не на уровне рефлексов это получаем как бы это это знание которое они получают течение жизни и такие пузырьковые охоты основной пузырьковой сети в ней могут участвовать совершенно случайно те которые знают как это делать то есть вот они рядом просто находятся какие-то и вот стая рыба и они там собираются быстро то есть нет постоянно группы нет нет каких-то друзей товарищей у них вот есть вот они собираются умеют они это делать они делают кто рядом находится тот кто-то работает нет никаких на на кормежке никаких вообще нет они не обращают групп на другого внимания не им главное поесть на югах это все делают да я думаю что только гулять от нигде не слышал да да на самом деле есть презентации а сейчас нет есть отдельные отдельные карты с группировками нет китов на самом деле у нас есть киты и горбатые киты и в южном полушарии есть и в северном полушарии и все они размножаются суб субэкваториальных широтах то есть антарктической группе антарктические группировки приходят также субэкваториальные широты оставляет потомство это необходимо необходимость потому что у питят у них очень тонкий тонкий слой жира и они не могут если они родятся в холодной воде то они погибают моментально у нас единственная кит патриотовской арктики крупные какие-то это гринланды гринландец он рожден то есть он в альдах практически и рожает и китят себя прекрасно чувствует еще у него положительно получится когда он погибает если его гарпунет добывает он не тонет в отличие от стальной киты блин честно говоря у меня сейчас понесет дальше так что ну говорите что интересно вот я могу вечно сказать да наши наши теперь станут гавайцы вот они и они их постоянно наблюдает в том национальном парке между национальный парк горбатого кита если так вот дословно переводить на гавайских островах между гавайскими островами если у кого-то будет возможность побывать на гавайских островах обязательно попробуйте там может какие-то тоже волонтерские программы есть там между островами одновременно может быть около 10 тысяч китов они положены как они ориентируются как доходят до гавайских островов не вообще не понимают не понимаю да то есть скорее всего то есть как перелет нефти идти возможно да может быть по течениям каким-то там прочим на самом деле у них не прямой маршрут с чукотки до гавайских островов не как там как не как самолет по прямой линии может лететь обходы какие-то вдоль хребтов они не это не глубоководный вид у них максимальное погружение 300 метров рабочие 150 и они предпочитают шельфовую зону и основные объекты охота у них находится на шельфовую зону поэтому горбатые киты скорее всего придерживаются каких-то криптов подводных мелководии островов и прочее то есть они идут у нас расстояние до чукотки от гавайи до чукотки где-то порядка 6 тысяч километров даже может быть меньше посмотреть еще раз уточнить но описывается видим тут датчик стоял путь порядка 8000 километров в одну сторону то есть шестнадцать он делает за год где-то он там делает зигзаги небольшие загибы интересный интересный кип у вас на слайдах была фотография где даже фонтанчики на одних фонтанчиков стояли вопросики а ну там может быть скорее всего ольга имела ввиду кто кто из китов там до не всегда кстати по фонтану можно легко определить бывает что сильный ветер его сдувает при ну я несколько раз ошибался в этом году по поводу идентификации кита то есть по фонтану сервы кита например легко двойной пустистый фонтан и его легко определить это вот фонтаны горбатых китов но сверху не так хорошо видно и на самом деле если если кит глубоко ныряет на 100 метров и долгое время там 15 минут максимально 15 минут прибывает под водой то фонтан очень высокий такой прям стяжневидный и вот видно пространство и вон киты а у серого пустистый двойной фонтан такой заниженный невысокий фонтан видите как высоко поднимается фонтан ну и в семнадцатом году когда научники стали только работать я первый раз испытывал дрон на подвижной платформе на лодке небольшой и был очень на самом деле очень страшно снимать потому что непонятно я не знал как себя ведут китами никакой не было информации поведение китов я думал что они могут там после прочтения на скайтом мобедика потому что может перевернуть лодку и когда кит стал подныривать под лодку а вот и нас были еще маленькие совсем 4 метра где-то такие полу речные и я давно видел как он такая махина где-то метров 12 он был длиной она он подныривает под лодку и проплывает один раз второй раз три третий раз конечно телевизионщики которые у нас снимались первого канала они были в восторге что такие классные кадры и они почему-то были уверены что все идет по плану но я-то не был уверен и поэтому а после уже стали работать как-то спокойнее потому что и ты не проявлять никакой агрессии плавает кормится никакого делаем до наших водок совершенно спокойно реагирует если рыба то они нервничают потому что им нужно загонять на имущественном мотором нужно подгоняем рыбу распугивать они там начинают его собирать опять пучковаться ставить сети пузырьковые там еще что-то делось вот если зоопланктон они абсолютно спокойно и нечего беспокоиться не дергаться и плечу и о чем остались вопросы скажите не про киток вы вначале сказали что заливы фердовые типа настоящие ферды было там оледенение никогда оледенение только я думаю что было конечно это все таки арктика а это это ключевой какой-то юных твердого настоящий твердого только от линии трупы играется а да я не знал по поводу формулировки ну там тектонический разлом ну ладно это интересно спасибо я буду обращать внимание что там не только горбатики но я не знаю я не знаю я хочу спросить Атлантическая? Атлантическая. Они различаются. У нас единственная группировка в мире, которая не совершает никаких миграций, это аравийская группировка, это индийский океан. Они там круглодичные находятся в одном месте. Там теплая вода, они размножаются, еды хватаются. Остальные все совершают миграции. Кормятся латтические швоты, умножаются в субтропическом. Горпатный Китон обитает по всему мировому океану. И в Атлантике, и в Тихом океане, и в Южном Атлантике там сидят. В Северном Атлантике. Что не скажешь о сером Ките, который был выбит в Атлантике полностью? То есть у него нет. А вот сколько примерно уходит у Китов времени, чтобы от Гавага добраться до Чикотки? До Чикотки я думаю, что где-то порядка двух месяцев достаточно было. Если с остановками. На самом деле, у них крейсерская скорость 15 км в час. Можно посчитать. Я не понимаю просто, как они ночью, они двигаются или нет. Никакой информации нет. На них же на всех бэч висят. Я думаю, что... Нет, нет, датчики на Горпатных Китов не ставят, потому что они слетают. Они же выпергиуют, они очень активные. У них датчики держат, может быть, несколько дней, неделю, там, и прочее. Все, и на этом все, датчики заканчиваются. Датчики ставят у нас на серых Китов, ну, и на все, на синего Кита, какого-нибудь там и прочее. Все, которые... Хотя с серыми Китами тоже проблема. Они у нас тормятся на мелководьях и периодически, то есть, ну, прям трутся, так сказать, в мелководье от грунта такой жесткий. И тоже можно датчик свесть. Ну, серые, они же либо правшили, либо левшили. Поэтому, наверное, если знать, то можно на эту сторону датчик прилипить. Ну, они... Не знаю, найду ли сейчас видео, хоть какое-нибудь, потому что нет, был паузом с этим. Я старался отфильтровать, как можно меньше серого Кита было. Нет, а это нам уже нечестно, что так хуже. Да, да, да. Ну, короче, за что мы вот это повторили? Ладно, это профильтровка идет на скорости у серого Кита. На самом деле, да. Большинство туристов и местных жителей, считающихся, что в серый Кит, когда на мелководье болтается, он как будто учешется. На самом деле, нет. Как раз вот это на кромке воды, так сказать, на мелководье, там лучше всего размножается, прогретая вода и бентос размножается активнее. И поэтому Кит профильтровывает. Или же, да, они в большинстве случаев, не знаю, я не буду брать там, не люблю эти проценты, но в большинстве случаев правшие, как и мы с вами, то есть правшие, есть левшие. Вот и на правом боку Кит профильтровывает, забирает грудь и профильтровывает, вот, профильтровывает его и добывает эти всякие бокоплавы, там, что там, и кузиды, и копиподы, и ничего там еще. Но это самый древний Кит и самый способный, так сказать, мелководьем, потому что у него подвижный шейный отдел, почему-то об этом все предпочитают не говорить, я не знаю, почему. Даже там профессор Бурдин что-то на лекции не сказал. Ну вот, в общем, это способление для того, чтобы вытаскивать тело с мелководья. То есть он и головой двигает, и хвостом вытаскивает. Ну вот, это отдельная, на самом деле, лекция. Можете посмотреть, если интересно более подробно по серому Киту, это лекция Бурдина на русском географическом обществе 7 октября, по-моему, была запись. 7 октября. Интересная лекция. Но у него в основном информация по северу Сахалину. Рассказал про северу Сахалину, а использовал мои фотографии. Вот. Ну все, грустно. Можно еще какие-то вопросы, как бы не по теме. Только у серого Кита это поотдыхало? Горпатого Кита. Ну вообще у полосатиков, у хищников, у зуба Кита по одному. Еще? Может, сговорить с судьбением, замечательную рекоментированность. Пожалуйста, очень поблагодарить. Очень интересные кадры, рассказы, информации. Большое спасибо. Да, на самом деле, нужно несколько дней рассказывать. Спасибо за интересный доклад. Надо, конечно, ничего. Спасибо.